Детский сад 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 Я даже вначале не задумывалась по этому вопросу. Были частные детские сады, поэтому финансовый вопрос был и тот, и тот. Но ответ на свой вопрос я нашла, когда только прочитала книгу Людмилы Петрановской «Это тайная опора». Хотя прочитала её, когда третьему ребёнку было уже два с половиной года. То есть я такая запущенная мать в этом плане. И там как раз нашла этот ответ, и всё просто. А няня – это тот значимый человек, который наравне с родителями становится очень важным для ребёнка. Наверное, для меня это такая не очень желаемая ситуация. И я, наверное, не хочу, чтобы кроме меня, бабушек, дедушек, папы, кто-то ещё вливался в этот коллектив. Но это было как-то неосознанно. И только потом я поняла, что, наверное, это та реальная причина, по которой я няню не рассматривала заочно. – Светлана, а вот как понять, что ребёнок к детскому саду готов? Вот у Юлии в два года всё прекрасно сложилось в детском саду. – Да, очень сложно. – У кого-то в три, тот отдаёт ребёнка позже. И, в общем-то, тоже бывает по-разному. У кого-то, наоборот, очень хорошо, у кого-то всё хуже. Как понять, что ребёнок готов к тому, чтобы его отдали в дошколе учреждения? – Ну, мама, естественно, то, что я, может быть, уже повторяюсь, ребёнок готов. То, что самое главное – это развита речь у ребёнка, да, то есть он может разговаривать. Уже у него уровень развития речи высокий. У него есть развернутая фразовая речь. Он может рассказывать, описывать какие-либо случаи. – А вот можно как-то предугадать, что у ребёнка там могут возникнуть какие-то проблемы с адаптацией, что вот может тяжело происходить? – Наверное, можно, если видеть, допустим, мама на площадке, играя с ребёнком, что он не очень хорошо играет с детьми, да, например, может отнять игрушку, может ударить ребёнка, да, или играет всё время один, не хочет вступать в контакт. Это должно быть таким звоночком для родителей, чтобы уже на это обратить внимание, ещё до того, когда ребёнок пойдёт в школу. Естественно, если ребёнок проявляет, допустим, агрессию какой-то дома, да, если не совсем правильное поведение родительское бывает тоже такое, что воспитывая ребёнка и понимая, что у ребёнка в три года всё-таки уже и определённый кризис может возникать, несоответственно, что ребёнок уже вырос и очень много может, и мама всё равно старается всё делать за него, то есть включается во все моменты, которые не очень ребёнку нравятся. Вот этот момент может возникать или такое истеричное поведение, или деспотичное поведение ребёнка. Это очень в дальнейшем может помешать и адаптации к детскому саду, в том числе. Если мама чувствует, что она упустила момент правильного поведения с ребёнком, лучше обратиться к специалисту уже заранее, до того, когда они соберутся идти в детский сад. Это может быть и в два года, может быть и в два с половиной, ну, как кому необходимо, кто увидел такую проблему у своего ребёнка. Это может быть, на самом деле, именно и ошибки родительские. А если, например, у ребёнка есть только часть тех признаков готовности, о которых вы сказали, но, например, не может он чётко объяснить, что он хочет, или, например, с горшком пока бывают ещё промахи. Три года всё-таки, да, малыш ещё совсем. Стоит вести или, может быть, взять паузу, как-то отсрочить это событие? Ну, вы знаете, вот чисто с каждым ребёночком индивидуально, да, нужно смотреть и разбираться. То есть нужно, не нужно. Да с горшком, я думаю, в детском саду в первый период адаптации помогают, и воспитатели идут навстречу. Нет такой проблемы, чтобы ребёнок, ну, ребёнок, если он совсем не может там, не приучен к туалету, а к горшку, я думаю, что идут навстречу в дошкольных учебных заведениях, поэтому это без проблем. А я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. 8495 508 86 84. Наш номер телефона. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Ксения. Ксения, очень приятно. Задавайте ваш вопрос нашим гостям. Спасибо большое. Я хотела бы задать вопрос Юлии. Хотела бы узнать, какие прививки необходимо сделать моему ребёнку перед тем, как пойти в детский сад. Спасибо. Спасибо большое, Ксения, за вопрос. Ксения опережает наши вопросы. Значит, актуально. Ну, это вопрос, да, всегда актуальный, очень спорный в некоторых семьях. Идеально все графики вакцинации закончить задолго до детского сада. И это, наверное, лучший вариант, когда вопрос вакцинации не встаёт к моменту посещения ДДУ. То есть минус и головная боль. Минус и головная боль. У ребёнка нет таких вопросов, когда его перед детским садом за месяц начинают терроризировать срочными обследованиями, анализами. Ещё, если сюда вклинивается вакцинация, то, конечно, для ребёнка это лишний стресс. Поэтому, если все графики соблюдены, если ребёнок вакцинируется по возрасту, то к трём годам у него нет каких-то потребностей для вакцины. Единственный нюанс – это вакцина от гриппа, которая проводится ежегодно по желанию родителей. Сентябрь, октябрь как раз в стенах детского дошкольного учреждения, как правило. Но это там уже решается в индивидуальном порядке. Все остальные вакцины, как правило, сделаны. Очень часто проблемы возникают, когда не хватает вакцинации от полимелита, точнее ревакцинации капельной формы. Если ребёнок привит оральной полимелитной вакциной, он выделяет вирус в течение 60 дней. В течение этого периода считается, что он может стать источником инфекции для непривитого ребёнка ни разу никакой вакцины. То есть это может быть ребёнок с медотводом, например, по состоянию здоровья, или ребёнок, который не привит по желанию родителей. И здесь в детском саду решаются достаточно индивидуально такие истории. Политика у каждого детского сада разная. Есть те, которые решают и выводят, или привитого, или непривитого, в зависимости от количества тех и других. Есть, когда вопрос никак не решается, просто информация висит на стенде, что в группе есть ребёнок привитой от полимелита. И уже родители сами принимают решение? Да, родитель принимает сам решение, потому что точно так же, когда-то он принял решение ребёнка своего не прививать, и дальше он с этой уже информацией решает, как ему быть. Иногда бывают, конечно, конфликты разные и претензии, но важно об этом понимать, потому что коллектив – это коллектив. То есть если не хотите прививаться, значит, имейте в виду, что коллектив – это всегда источник инфекции. То есть можно очень сильно заболеть, и можно стать источником инфекции для других детей. Поэтому вопрос важный, и важно его обдумать и решить задолго до детского сада. Это идеальный вариант. Желательно, наверное, проконсультировавшись с хорошим специалистом, а ни в коем случае не послушав кого-то в интернете. Безусловно, да. То есть это решается в рамках общения с педиатром. И график вакцинации, если какие-то моменты есть, то составляется индивидуально в силу каких-то определенных особенностей по состоянию здоровья, по временным каким-то рамкам. А в целом, какие документы должны быть у родителя на руках для того, чтобы ребёнка уже окончательно оформили в детский садик? В принципе, самый главный медицинский документ – это 26-я форма. Туда вносятся все сведения о вакцинации. Как раз какие прививки, в каком возрасте, в каком объёме были сделаны. Возможно, какие-то особенности развития ребёнка. То есть сюда вписываются перенесённые заболевания. Важный момент – это про ветрянку. Когда бывают какие-то контакты, мы всегда поднимаем эту информацию, смотрим, есть ли прививка, есть ли перенесённые заболевания, и уже как-то регулируем эти вопросы. Также осмотр специалистами. То есть это диспансерное наблюдение, диспансерный осмотр как раз в три года необходимыми основными специалистами, которые исключают какие-то проблемы в этом возрасте. Сюда же входит и логопед, психолог иногда, невролог, хирург, ортопед, окулист, лор. Иногда по показаниям какие-то ещё специалисты. Интересно, с точки зрения логопеда, извиняюсь, я перебью, вот в трёхлетнем возрасте что логопед смотрит у детей, которые вроде бы только-только говорить начали как следует? Да, логопед смотрит полностью развитие речи. В три года у ребёнка должна быть развернута фразовая речь. Нарушение звукопроизношения пока логопеда не особенно волнует, но должна быть фраза. И он должен отвечать развернуто на вопросы. Может, он должен научиться уже уметь описывать картинку, например, сюжетную. называть всё своё окружение, любое описание сюжетной картинки и всё, что он на ней видит, да, какие-то причинно-следственные связи устанавливать уже, то, что спрашивает логопед. И это считается уже таким срезом для трёхлетнего ребёнка, что он пользуется фразовой речью. Это очень важно. Специалистов прошли, логопед заключения дал всё в порядке. Что делаем дальше? Дальше там все эти организационные дела, путёвки и всё остальное приносится эта форма 26-я в детский сад и уже распределяют там детей по возрасту. Перед детским садом, перед посещением первого дня осмотр педиатра на наличие или отсутствие признаков вирусных инфекций. То есть это справка за день. То есть тогда, когда педиатр осматривает ребёнка и пишет допуск, собственно, в группу. Основные ещё анализы требуются. Гровь моча – это тоже диспансерная и обследование на глистов. Это анализ скала и соскобный энтеробиоз. То есть это, в принципе, стандартные процедуры и они нужны для того, чтобы дети все примерно в одном статусе. Зашли в детский сад и дальше мы уже разбираемся, что и как с ними происходит дальше. Я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Сегодня мы говорим о подготовке детей к детскому саду 8495-508-86-84 наш номер телефона. А я хочу напомнить телезрителям о том, что эту весну дети провели не в детских садах, провели дома вместе с родителями из-за введения режима самоизоляции. А к прежнему режиму работы дошкольные учреждения начали возвращаться где-то в середине июня. Давайте вспомним, как это было. Уже привычная процедура – замер температуры, запись журнал «Здоровье». Так теперь начинается каждый день в детском саду. В дошкольных учреждениях Подмосковья открылись дежурные группы для детей, чьи родители приступили к работе после снятия ограничений. Количественный состав в дежурной группе – 12 детей. Чтобы попасть в эту дежурную группу, необходимо написать заявление установленного образца, где необходимо прописать контактные данные работодателя. И потом по обработке уже заявления родитель приводит ребенка в детский сад. Никаких справок брать в дежурную группу для посещения ребенка не нужно, потому что у нас есть медик. Тщательно вымыть руки перед входом в группу – самая важная и любимая процедура детей. Соблюдать правила безопасности крайне необходимо. Известно, что чистота – залог здоровья. Почти три месяца детские сады были закрыты. Перед тем, как открыться вновь, дошкольные учреждения провели полную санитарную обработку помещений с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора. Педагоги прошли тестирование на ковид. Работающие родители могут быть спокойны. Мы очень скучали по садику. В прямом эфире телекомпания Одинцова программы «Главная тема». Сегодня мы говорим о подготовке детей к поступлению в дошкольно-образовательное учреждение 8495-508-86-84. Номер прямого эфира, по которому вы можете позвонить и задать свои вопросы гостям в студии. Ну, наверное, вот сейчас такие практические советы было бы хорошо дать телезрителям. Как подготовить ребенка к детскому саду? Юля, вот на вашем личном опыте, когда начинали, как готовили, чему учили? С первым ребенком я точно помню, что я ходила на занятия. Как раз вот такое обучающее проводила коллега. Я тогда еще была студенткой. И много практических моментов именно подчеркнула там, которые я и сейчас рассказываю, показываю, из года в год новым поступающим детям, родителям рассказываю. То есть важно вообще этой подготовкой как-то заняться, потому что для большинства родителей такая мысль в голову не заходит. Раньше никогда этим не занимались особо, и мало кто придает этому значение. Но детский сад – это такой определенный важный этап в жизни ребенка и важный этап в жизни родителя. И чем подготовленнее и информационно будет, в том числе и ребенок, и родитель, тем легче будет к таким новым, нестандартным, достаточно жестким условиям ребенку подготовиться. Поэтому важно вообще рассказывать, показывать, называть вещи своими именами и ребенку как-то доносить ту информацию, что с ним будет происходить. Потому что часто это наступает день X, когда ребенка подняли, принесли и оставили. То есть и он об этом не знал, не догадывался. Безусловно, это трагедия, это стресс, это очень сильная психологическая травма, потому что такой, скажем так, подставы никто не ожидал. Поэтому важно с ребенком хотя бы месяца за два начинать беседы. Не важно, сколько ему лет, не важно, в каком возрасте он идет, в 4, в 2 или в 3. То есть идеально хотя бы книжки читать, мультики смотреть, ролевые игры играть, мимо садика проходить, смотреть, как идут другие дети. Идеально, когда есть старшие. Или братья, сестры, друзья, когда это совместно провожаем, встречаем. И тогда намного легче проходит та самая адаптация. Потому что для ребенка страшно, что за ним не придут, страшно, что его оставили самые близкие. Непонятно с кем, непонятно зачем. Поэтому подготовка, она нужна и важна. И в первую очередь, чем легче ребенок адаптируется психологически, то есть вот эти моменты прощания и слез, тем меньше он будет болеть. То есть тем легче будет та самая медицинская адаптация, которую все боятся, про которую, да, все слышали, все знают. И ждут с ужасом. Мы сейчас обязательно к медицинской адаптации еще вернемся. Я так понимаю, что Светлана с Юлей, в общем-то, согласны. Когда лучше, за какое время начинать ребенка готовить к тому, что скоро ты пойдешь в детский садик. Да, я согласна с Юлей. Конечно, ну, как минимум, это 2-3 месяца до начала детского сада. Обязательно, да, гулять возле детского сада, если такая возможность есть, показать, как детки гуляют, играют, что все совершенно не страшно, чтобы ребенок сам, вроде бы, как захотел быть там, да. Вот. И когда привели ребенка, обязательно, чтобы в дальнейшем не было проблем, да, когда вот ребенок не хочет ходить в детский сад. Конечно, резко не оставлять. Естественно, это самое первое, готовить, говорить об этом. Ну, и когда привел ребенка в детский сад, если он, вы чувствуете, не может пока оторваться, да, обязательно быть столько, сколько необходимо ребенку, да, постепенно, постепенно от себя отрывая. Потому что, может быть, какому-то ребеночку сначала там и полчаса достаточно, и час, да, и постепенно это время нужно увеличивать. Но еще есть такой момент, да, психологический, что мама сама должна понять и сама должна принять то, что нужно ребенка оставить. То есть самой внутренне оторваться от ребенка. Потому что многие мамочки, наверное, вы тоже это знаете, они ходят или бегают вокруг детского сада, заглядывают в окна, и просто они настолько тревожны, что этот ребенок тоже ребенку передается, ему очень трудно адаптироваться. Вот это тоже момент очень важен. Сама мама внутренне должна понять, что вот ребенка она оставляет, и там ничего не страшно, и очень хорошие педагоги, такие же женщины в основном, и любят детей, она должна это понять и принять, если она уже решила ребенка привезти в детский сад. А вот как маме это сделать? Ведь это же так сложно. Ты отдаешь ребенка, что там неизвестно, а вдруг воспитатели злые, а вдруг дети бьют, а вдруг еще что-нибудь там происходит. Как уже успокоиться, понять, что все с ребенком будет в порядке? Ну, нужно общаться с воспитателем, наверное, заранее подойти, посмотреть детский сад, пообщаться с администрацией обязательно, посмотреть, какая группа. Соответственно, приводит ребенка, мамочка, и обязательно смотрит, какие дети вокруг. То есть на свое место в группе в любом случае ребенок будет постепенно потом завоевывать сам, но мама должна вот это принять, увидеть, что ей комфортно в этом детском саду, что ей нравится воспитатель, и она спокойно оставляет. Потому что если ставятся нюансы, чем мама не удовлетворена, то все равно в итоге ничего хорошего не получится, я думаю. Она должна внутренне это принять. Юля, ну вот теперь интересно про медицинскую адаптацию. Я так понимаю, это тот самый случай, когда неделю в саду, а две потом сидим дома. Да, стандартная фраза, которая из уст уста передается. Ну вот если говорить про адаптацию, то есть есть психологическая адаптация, в среднем она от одного до четырех месяцев. То есть если мы говорим про степени, там легкая, средняя, тяжелая, то медицинская адаптация, она намного дольше, это 6-12 месяцев. То есть это практически первый год посещения детского учреждения. И заболеваемость в этот период, она увеличивается в разы, или я бы сказала, иногда в десятки раз. То есть стандартная история, когда трехлетка, первый ребенок в семье, идет в детский сад счастливый, довольный, со счастливыми, довольными родителями. Он ни разу не болел, или может быть один раз был какой-то эпизод такой незначимый. И с момента посещения детского сада он начинает болеть бесконечно. То есть, да, неделю ходим в лучшем случае, иногда это несколько дней. И вот эти вот эпизоды, урви каких-то болячек, они лавиной следуют друг за другом. В этом нет ничего ненормального. То есть это абсолютно нормальная реакция иммунитета на коллектив. То есть, когда ребенок один дома, с мамой, папой, максимум там бабушка, еще пару родственников, ему неоткуда просто брать эти инфекции, неоткуда знакомиться и контактировать с теми бактериями, вирусами простейшими, кроме как со своими, соответственно, родственниками. А в детский сад он поступает, и там 20, иногда 25 вот таких же вот товарищей, и каждый идет со своим багажом. То есть, каждый несет на себе свою флору, и пока они все не перезнакомятся, пока они все не переконтактируют друг с другом, болезни будут. Они логичны, они объяснимы, поэтому здесь важно это знать, важно иметь это в виду, важно к этому морально подготовиться, потому что здесь нужно терпеливо иногда просто ждать, когда этот период пройдет. Нет смысла забирать ребенка домой и делать перерыв между посещением детского сада, потому что иначе адаптация будет заново столько раз, сколько вы будете это прерывать. Причем как психологическая, так и медицинская. Да, да, то есть иногда здесь одно подрывает другое, потому что если мама психологически была изначально в состоянии тревоги и неуверенности, то ребенок дольше психологически адаптируется, хуже. И на фоне тяжелой психологической адаптации он дольше, тяжелее, чаще болеет. Ну и здесь как вот замкнутый круг, потому что родители иногда, да, находятся реально в состоянии депрессии, всего чего угодно, потому что светлого нет ничего впереди, вроде бы надо на работу выйти, а мама туда не выходит, потому что больничные, больничные, больничные. И для этого и нужна, и важна вот та самая подготовка. То есть когда и мама себя готовит, что ребенок идет, она уверена, она спокойна, она доверяет воспитателю, то есть тогда ребенок понимает, что мама отдает его не в какие-то руки, а в те, в которые она доверяет, она выбрала эти руки. Важно для того, чтобы ребенок был под защитой и находился в этом самом месте. Поэтому можно какие-то моменты просчитать наперед, то есть договориться с работодателем, обсудить эти моменты. С папой, с бабушкой договориться, кто когда сидит, подруги, друзья, пересменки, там еще что-то. Все решаем. Все решаем, важно, да, эти вопросы поднять на поверхность до возникновения проблемы и, как говорится, на берегу какие-то пункты вот эти вот обозначить. Ну, идеальный вариант, конечно, отдавать ребенка в детский сад за полгода до выхода на работу, если есть такая возможность, конечно. И вот эти полгода и ребенок адаптируется, и у мамы есть возможность с ним посидеть. И все намного легче, и уже через полгода можно выйти на работу, тогда, когда более-менее ситуация стабильная. У больничных будет меньше. Светлана, вот говорят, да, что сейчас такое время тревожного родительства, что вот наши родители, они были гораздо спокойнее, увереннее в себе, чем вот мы сейчас, ну, большинство из нас. Вот действительно ли это так? Изменилось ли, в принципе, отношение родителей к детям? Да, сейчас говорят, дети у нас на троне, и, в общем-то, родители поклоняются, что не всегда хорошо. Ну, я думаю, это тоже все-таки такой обобщенный образ, наверное, тревожного родителя. Я думаю, что, опять же, с каждым случаем индивидуален. Я думаю, раньше были тревожные родители, да, просто так казалось, что раньше все лучше, когда определенное наше поколение вспоминает и кажется, что было лучше. На самом деле сейчас есть очень такие осознанные мамы, очень хорошо и правильно воспринимают информацию из интернета, фильтруют ее и понимают, как готовить ребенка. Обращаются часто, когда если что-то не понимают, и мы всегда даем с удовольствием советы, когда приходят дети, все хорошо у них, и хочется, да, там просто дать направление, рассказать, и тогда в дальнейшем совершенно не будет никаких проблем с адаптацией к детскому саду, в том числе, и вообще в развитии ребенка, да. Вот. Но если возникают эти проблемы, то, конечно, ну, чаще всего бывает, что мама сама где-то упускает эту нить, да, на которую нужно было обратить внимание, когда ребенок в три года, и по возрастной, да, периодизации, это кризис трех лет, вы тоже, наверное, об этом слышали, когда мама упустила момент, когда нужно было обратить на это внимание, ну, может быть, даже самой где-то почитать, да, что это такое, и как себя вести с ребенком. Потом же, потом опять же, это все как снежный ком накапливается, и приходится обращаться к специалистам, потому что сама мама уже справиться не может. Всегда легче, ну, как бы, заниматься профилактикой, то есть заранее, да, все продумать, да, если ты уже родила ребенка, ты принесешь ответственность, это ребенок, который только от тебя зависим, и он уже личность, да, особенно в три года он себя осознает уже, да, свое я, и мама должна уже считаться, считаться с ребенком, и это очень важный момент, тогда многие проблемы сами по себе могут отпасть. Я напоминаю, что мы в прямом эфире 8495-508-86-84. Здравствуйте. 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 Здравствуйте, как вас зовут? Меня зовут Ирина. Ирина, очень приятно. У вас малыш в садик скоро пойдет? У нас ходит ребенок в садик. Уже ходит. Второй год. Как у вас прошла адаптация психологическая, медицинская, все было хорошо? Ну, в принципе, ребенок второй год посещает детский сад, но до сих пор он часто болеет. Вот хотелось бы задать вопрос Юлии Сергеевне. Задавайте. Юлия Сергеевна, скажите, пожалуйста, какие витамины необходимо в данный момент летом принимать ребенку, чтобы меньше болеть? Спасибо большое, Ирина, за вопрос. Да, спасибо, как всегда. Самый частый вопрос, который задают. Хочу расстроить, что... Не поможет. ...нет таких витаминов, нет таких препаратов, которые бы как-то повлияли действительно на иммунную систему. Но здесь важно понимать, что это состояние условной нормы. То есть мы можем с этим бороться, мы можем этому сопротивляться, но болеть ребенку там 6, 8, 10 раз в год в этом возрасте – это допустимо. То есть это не хроническое заболевание, это не иммунодефицит, это не поиск какой-то реальной проблемы. Я говорю в среднем. То есть когда это не тяжелые, не запущенные какие-то эпизоды без антибактериальной терапии, без каких-то серьезных осложнений. Тогда, когда сопли, кашель, температура, сопли, кашель, температура и так далее по списку. Единственный момент, на что важно обратить внимание из витаминов – это витамин D. Раньше был акцент, это только дети на первом году, дальше сместилось до 2 лет. Сейчас прием витамина D – это пожизненная история, то есть рекомендация для всех 0+, и 99%. Поэтому витамин D влияет на иммунную систему, это доказали в многочисленных исследованиях, поэтому это тот препарат, который есть смысл принимать с этой целью. А нужно ли какой-то анализ сдавать для того, чтобы убедиться, есть дефицит? По поводу анализа, безусловно, да, но здесь какой момент? Это забор крови из вены, поэтому детский возраст здесь, безусловно, не самый лучший вариант лет, наверное, до школы, потому что всегда это лишняя травма такая серьезная, даже у подготовленного ребенка. Поэтому мы сдаем анализ, рекомендуем его только, если есть какие-то показания, и нам нужно подтвердить, исключить дефицит витамина D, или, например, условно, за компанию, если сдаем еще что-то. И второй момент – это цена, потому что цена, один анализ – это больше двух тысяч, и не каждая семья может найти такие деньги, и я, в принципе, понимаю. Поэтому в профилактических целях мы даем витамин D тысяча, тысяча пятьсот международных единиц. Я не говорю, сколько это в каплях, в таблетках, в шипках и во всем остальном, потому что сейчас очень много и большой выбор форм, поэтому здесь важно, конечно, с педиатром это, не с подругой, сестрой, соседкой, потому что очень частые ошибки, когда пьют очень мало или, наоборот, очень много по тому, что не разобрались с инструкцией. Очень много заграничных импортных препаратов, где нет ни слова по-русски. Поэтому ежедневный прием стараемся в первую половину дня без перерывов на обед и на лето, то есть круглогодично, и это то, что может повлиять на иммунитет в целом. Но помимо этого нам нужно пассивное закаливание, нам нужно адекватное питание, нам нужен двигательный режим. Очень часто это все страдает у ребенка, и проблема именно в том, что у него нет здорового окружения, которое бы поддерживало его иммунную систему и как-то давало дополнительную защиту. Вот как раз на той неделе конфликт был в саду. С мужем он сейчас работает. Мама позвонила, и вывезла ребенка из детского сада, потому что у него были проявления катаральные. Ну, она начала возмущаться, что плюс 16, почему дети гуляют, почему погода такая, надо все запретить, пусть сидят все в помещении. Плюс 16? Плюс 16, да, лето, июля. Почему проветриваются группы, в общем, виноват детский сад, и жалобы будут писать, все что угодно. То есть, понятное дело, что маму можно понять, потому что не хочется, вот ребенок болеет, дома не сидели. Да, и так длительный период был дома. Не болели, да, вот вышли в сад и опять заболели, в общем, виноваты, врач виноват, и воспитатель, и руководство. Поэтому неприятные ситуации, но по факту вины здесь нет. Важно ребенка закаливать, и пассивное хотя бы закаливание, и носить самого рождения. А вот как это пассивное закаливание? Пассивное закаливание, это то, в котором мы не принимаем активного участия. Это наша форма одежды, то есть, как одет ребенок, и в чем он одет дома. Большинство ходят, особенно если ребенок проживает с бабушками, носки, колготки, жилетки, в общем, 33 одежки, в которых нет совершенно никакой необходимости. Теплые полы, казалось бы, спасение, но по факту это зло, которое лишает естественного закаливания, когда ребенок на полу. Боссохождение, игры на полу, еще какие-то... С носками, да, история сложная. Еще какие-то манипуляции. Очень часто приходишь в квартиру, там 25 градусов, все закрыто, окна заклеены, там или в общем никакого намека на то, чтобы был какой-то свежий воздух. Иногда влияет, конечно, да, старшее поколение, которое вырастило нас иногда в таких условиях. Но важно хотя бы маленькими шажажками в эту сторону двигаться, потому что проветривание, пассивное активное закаливание, это важная процедура в детском саду в том числе. И претензию высказывать о том, что в группе проветривается, это нелогично и неправильно, потому что проветривание – это мера профилактики, как раз-таки чистоты заболеваний в группе. Влажная уборка, регулярное проветривание, сквозное, такое-сякое, пятое-десятое. Поэтому важно, да, родителям посмотреть, чем они занимаются с детьми, сместить какие-то акценты, что-то поменять, что-то изменить. И многие не делают, потому что, да, страшно, потому что непривычно, потому что не знаем. И здесь как раз-таки вот и важно теоретически готовиться. Поэтому моя рекомендация – готовиться к детскому саду на первом году жизни. То есть как родился ребенок, вопросы эти обсуждаем, пассивное закаливание, вакцинация, то же самое с едой проблемы часто, когда ребенок не умеет жевать, не умеет глотать. И это тоже проблема первого года. То есть все потихонечку, вот эти моменты закладываются в первые 12 месяцев жизни. Даже если в садик ребенок не пойдет, все равно в жизни пригодится. Однозначно. А многие родители, вот, кстати говоря, принимают решение, ну, в саду ребенок будет постоянно болеть, поэтому пусть он в садик не ходит, мы его потом сразу в первый класс отдадим. Поможет это уберечь ребенка от болячек? То есть там история будет повторяться, только с учетом того, что это будет нагрузка еще школьная, практически весь первый класс ребенок может отсутствовать. То есть вот это вот время, которое ребенок не контактирует длительно, кружки, секции спортивные, какие-то еще развивашки, они не дают такой нагрузки, они не дают такого контакта длительного, как нахождение 12 часов, несколько дней в неделю, ребенка в детском саду. Поэтому адаптации как таковой не возникает. То есть да, есть небольшие контакты, но когда ребенок приходит в коллектив, это опять же длительное нахождение в закрытом помещении с большим количеством учеников. То есть это тоже, как правило, 20, 25, иногда 30, иногда больше 30. И здесь спрашивают уже, то есть здесь нет игр, здесь нет... Да, то есть ребенку вдвойне тяжело, то есть психологическая адаптация у некоторых бывает тоже достаточно тяжелая. Вот это мы сейчас спросим у психолога. А вот скажется ли на социализации у ребенка то, что он не ходил в детский садик, сразу пошел в школу? Конечно, это сказывается и очень сильно, поэтому всегда рекомендуется дошкольный коллектив детский обязательно, потому что, ну, первая составляющая медицинская, наверное, да, это само собой, да, потому что, вот сказала Ирина, но в дальнейшем это, конечно, самое главное умение, да, находиться в коллективе, умение с ним взаимодействовать, это понимание, да, своего места в коллективе, то есть свои потребности подчинять где-то потребностям коллектива, это уже формируется в дошкольном возрасте. И поэтому без этого периода детям очень сложно потом, они чувствуют себя, уже попадая в первый класс, чувствуют себя не так, как дети, которые посещали дошкольное учебное заведение. Это гораздо проще в коллектив уволиться, когда уже есть опыт. Ну и не могу не задать вопрос последний Юлии, это, мне кажется, вечная борьба в родительских чатах, в детских садах. У ребенка аллергический кашель, я его привела по этому. Да у него сопли, это тоже аллергический, он не болеет ни в коем случае. Вот вести или не вести? Вот мне кажется, каждая баба с этим сталкивалась, что делать? Ну, безусловно, это, да, наверное, самый такой слезный и болевой вот этот вот вопрос и обсуждение, потому что иногда под горячую руку попадают все. Здесь, наверное, сложно как-то ответить вот и с медицинской точки зрения, и с родительской, и с психологической, потому что очень много зависит от мам в целом, от коллектива. Если говорить про опыт европейцев или еще кого-то, у них посещают детский сад все условно здоровые, то есть это катаральное явление, сопли, кашли. Если ребенок при этом хорошо себя чувствует, его никто не выводит и не запрещает, потому что ребенок в первые полгода практически всегда находится вот в этом, в таком состоянии, вялотекущем. У нас к этому вопросу подходит очень требовательно, очень щепетильно, поэтому здесь важно понимать, если у ребенка есть какие-то катаральные явления, аллергические, неаллергические, он заразен в течение 7-10 дней. То есть он может 2 дня отболеть, сопли пройдут, но являться источником инфекции, например, для другого ребенка. Поэтому здесь важно тоже понимать, что если мы введем в детский сад условно здорового ребенка, может быть, ваш ребенок при этом не пострадает, то есть для него это не будет проблемой, может при этом пострадать другой ребенок. То есть заболеть и заболеть более серьезно, для него это будет другая история, особенно если он, например, тяжело адаптируется, психологически ему некомфортно. Поэтому здесь вот это такая больше грань между добром и злом, мораль и совесть. И, конечно, важно уважать, в первую очередь, друг друга, важно уважать между собой, потому что иногда, так пор кидавают в этих чатах, вот эти вот моменты важно для себя именно решить. В принципе, я за то, чтобы максимальное количество детей ходило максимально вместе. Тогда быстрее придет вот эта вот адаптация. Поэтому если есть катаральное проявление, посидите вот неделю вот эту вот, погуляйте с ребенком, пообщайтесь, обговорите какие-то моменты, и пойдите потом на следующей неделе уже здоровыми. Не надо высиживать до совсем идеального состояния, потому что это бесполезно. Лишняя неделя дома – это минус недели адаптации, которая бы уже решила много вопросов и много проблем. Поэтому какие-то остаточные явления, которые там после седьмого дня, вот эти самые там сопли, подкашливание, еще что-то, важно иногда воспринимать достаточно адекватно. Потому что ребенок с утра здоров, через два часа вам позвонили, и он реально больной. Кто в этом виноват? Никто в этом не виноват. Это дети. Они каждый на себе что-то приносят. И с выходных можно принести много чего. Праздники, коллективы, какие-то еще между собой мероприятия. И важно тоже это понимать. Сегодня ты виноват, твой ребенок, завтра это будет другой, который наехал. И, ну, то есть она немножко мягче, дружелюбнее и терапивнее. Это жизнь и так будет. Я так понимаю, что если какие-то сложности, адаптации вдруг возникают, можно обратиться в центр сопровождения. Мы почему рекламируем? Потому что это совершенно бесплатно. И специалисты могут помочь и родителю, и ребенку адаптироваться и к садику, и к школе. Конечно, конечно. Мы очень рады всегда. Принимаем с удовольствием все наших маленьких деток. Ждем вас в службе раннего вмешательства. У нас есть консилиум. Мы принимаем день от нуля до трех лет 11 месяцев. Это к нам служба раннего вмешательства. Со всеми вопросами, которые возникают. И если очень долго адаптация в детском саду не происходит, если, допустим, нет в саду психолога, потому что, к сожалению, не во всех садах есть психологи, около 30% только имеют такого сотрудника специалиста в детском саду, обращайтесь к нам в центр. Мы всегда будем рады помочь. Спасибо большое, Светлана. Спасибо, Юля, что пришли к нам сегодня в студию. И спасибо всем, кто провел свое свободное время вместе с нами. До новых встреч на ОТВ. Продолжение следует...